Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий Александр Катунцев. С 1 января нынешнего года вступил в силу закон Украины о государственной регистрации имущественных прав на недвижимое имущество. Это должно существенно упростить процедуру регистрации, так как в нововведении есть несколько положительных моментов. Во-первых, заработал принцип единого окна, при котором регистрация прав на недвижимое имущество осуществляется в одном органе. Во-вторых, четко определены сроки регистрации. И в-третьих, теперь нотариусы наделены всеми функциями государственных регистраторов. Как новая структура работает в Одессе, мы узнаем у гостей нашей студии. Сегодня в гостях у нас начальник отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество регистрационной службы Одесского городского управления юстиции Наталья Бондарчук и государственный регистратор отдела регистрации прав на недвижимое имущество регистрационной службы Одесского городского управления юстиции Юрий Шинкаренко. Добрый вечер. Здравствуйте, Александр. Перед началом нашей беседы, опять же, традиционно мы проводим интерактивный опрос наших телезрителей, и я хочу напомнить, что сегодня хотелось бы узнать ваше мнение, вот по какому вопросу. Изменится ли к лучшему ситуация с оформлением недвижимости после смены регистратора? Если вы считаете, что да, то звоните по номеру телефона 728-01-70. Если вы считаете, что нет, звоните по телефону номер 728-01-71. Если же вы считаете, что у нас все перемены только к худшему, то в этом случае звоните по телефону номер 728-01-72. Более того, наверняка у вас возникнут вопросы к нашим гостям. Пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира 728-72-07. Я думаю, что вы с удовольствием ответите на все интересующие вопросы, а вопросы будут. Поэтому звоните, будьте активны, общайтесь, принимайте участие в нашей беседе. Итак, для начала я хотел бы, чтобы вы рассказали, какие функции возложены на регистрационную службу и вообще с какой целью она была сформирована. Да, действительно, Александр с 1 января 2013 года вступил в силу закон о государственной регистрации вечных прав на недвижимое имущество, который передал полномочия по регистрации прав на недвижимое имущество именно УКРДРШ-реестру и его структурным подразделениям. Для чего вообще была введена новая система? Для того, чтобы упростить процесс регистрации. Как вы правильно отметили, данная процедура связана в первую очередь с принципом единого окна, то есть для того, чтобы рядовому гражданину не приходилось обращаться в несколько органов по одному и тому же вопросу, а приходя в единый орган, подав документы в единое окно, получить там же документ, свидетельствующий о регистрации права собственности. На УКРГОС-реестр и его территориальные органы возложены полномочия по регистрации недвижимости абсолютно всей, ну, за исключением судов и объектов, так сказать, космических. И земельные участки, и объекты, расположенные на земельных участках, начиная с января 2013 года, регистрируются в Едином государственном реестре. Опять-таки, можно отметить этот Единый государственный реестр как положительный момент. Почему? Потому что до 2013 года информация по поводу земельных участков находилась в одном реестре, по поводу объектов, расположенных на земельных участках, находилась во втором реестре, отсягощения регистрировались в третьем реестре, ипотеки регистрировались в четвертом реестре. Кошмарно, сложнейшая система, да, тем более. Совершенно верно. Информация была рассредоточена по пяти разным реестрам. Начиная с января 2013 года вся информация сосредоточена в едином реестре и содержит всю информацию и по поводу отсягощения, и по поводу прав. То есть помимо того, что это удобно для рядовых граждан, то есть для нас мы просто приходим по системе единого окна, получаем нормальную качественную услугу, я так понимаю, что наконец-то будет наведен порядок на рынке недвижимости, потому что вся информация будет сводиться в единый реестр. Это тоже большой плюс, потому что часто возникала какая-то неразбериха. Совершенно верно. Также плюсом могу отметить единую систему оплаты. Если раньше в разных районах, в разных областях Украины колебалась оплата от и до, то на сегодняшний день утверждена единая оплата госпошлины в размере 119 гривен, единая оплата за предоставление издержки из реестра в размере 120 гривен, единая оплата за регистрацию отягощения в размере 51 гривны. То есть единая оплата по всей Украине, независимо от того, Киев это либо какое-то село, находящееся, так сказать, на окраине Украины. Безусловный плюс. И опять-таки вернусь к реестру. Вся информация в реестре находится под тщательной защитой. Все действия, которые проделываются по данному реестру, они все могут отслеживаться, просматриваться. И мы говорим о защите информации, об отсутствии злоупотребления данной информации, что является просто безусловным плюсом, опять-таки, в едином реестре. Что ж, это замечательно. У нас есть звонок от телезрителя, давайте послушаем, затем продолжим нашу беседу. Добрый вечер, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. У меня такой вопрос. В 2006 году я подарил квартиру дочери. Все документы у меня на руках. В настоящее время что-нибудь я должен сделать или куда-то обратиться, или что-то новое зарегистрировать. Да или нет? Спасибо. Спасибо вам. Ну, конкретные вопросы, думаю, таких будет сегодня большинство. Здесь в чем вопрос. Если мужчина, дозвонившийся до нас, говорит о договоре купли-продажи 2006 года, который он зарегистрировал, который он зарегистрировал в органах БТИ, то, соответственно, к нам ему необходимо, не нужно обращаться для перерегистрации. Перерегистрация ему понадобится только в случае планируемого отчуждения. То есть, на примере давайте. В 2006 год договор купли-продажи зарегистрированный в БТИ, на руках должен быть вытек о регистрации в органах БТИ, зелененького цвета такого. Если договор зарегистрированный, то к нам обращаться не нужно. Если договор не зарегистрированный, то тогда необходимо данному человеку к нам обратиться с соответствующим заявлением с этим договором. Этот договор подпадает именно под действие переходного периода. То есть, право у человека возникло до 2013 года, но он его не зарегистрировал. Начиная с 2013 года этот договор бы уже регистрировался нотариусом. Но за счет того, что это попадает ситуация под переходной период, мы не говорим о переходном периоде только о декабре 2012 года, либо только исключительно о 2012 году. Мы говорим о всех документах, которые не были зарегистрированы до 2013 года. Соответственно, если договор зарегистрирован не был, то ему необходимо посетить регистрационную службу с соответствующим заявлением. Если же он был зарегистрирован, посещать ее не надо, перерегистрацию проходить не надо, он автоматически будет переведен в единый реестр. Нет, здесь я вас немножко дополню. Реестр наполняется в заявительном характере, но перерегистрировать необходимо будет свое право только в случаях планируемого отчуждения объекта недвижимого имущества. То есть, при желании его подарить, продать, завещать кому-то и так далее. Но в данном случае гражданин обращается не в регистрационную службу уже, а конкретно к нотариусу, который делает перенос из реестра прав собственности. Это реестр, который действовал до 2013 года, он подключен к реестру вечных прав, нотариус делает перенос информации, удостоверяет договор купли-продажи и регистрирует право собственности. То есть, данная процедура будет занимать у гражданина несколько часов. Ну, это тоже удобство, это правильно и замечательно. Я думаю, мы к этим темам еще будем неоднократно возвращаться в процессе нашей беседы. А сейчас хотелось бы узнать, как вообще организована работа регистрационной службы и по приему, и по выдаче документов. Да, здесь давайте я тоже, если позволите, отвечу на этот вопрос. В регистрационной службе на сегодняшний день оборудовано 5 окон приема и выдачи документов. Два окна у нас чередуются. Одно окно у нас постоянно работает в режиме выдачи документов и доносит туда документы, которые не доставали в процессе регистрации. Одно окно у нас чередуется еще с выдачей и приемом документов, и три окна стабильно работают в режиме приема документов. Хочется отдельное внимание уделить графику работы регистрационной службы. На сегодняшний день этот график колеблется с 9 часов утра и до 20.00 каждый день, каждый будний день. Более того, в субботу мы работаем с 9 утра и до 16.00. Обеденный перерыв, наверное, как во всех государственных учреждениях, с 13.00 и до 14.00. То есть график работы очень удобный, безусловно. Отдельное внимание хочется уделить приему документов именно тех, которые необходимо регистрационной службе обработать в течение одного рабочего дня. На сегодняшний день такие документы принимаются с 9.00 и до 11.00 в будние дни. С чем это связано? С тем, что регистрационная служба не имеет возможности, не имеет ни в коем случае права не ответить на заявление, которое было подано в данный день. То есть в течение дня вы обязаны дать ответ? Совершенно верно, да. Вы вынуждены просто ограничить прием документы? Да, да. Если до этого сроки предоставление такой информации составляли несколько недель, месяц и так далее и тому подобное, то на сегодняшний день, именно в день приема заявления мы обязаны оформить либо регистрацию отягощения, отягощение – это аресты, к примеру, запреты распоряжения имуществом, запреты регистрации и так далее. Или выдать какую-то информацию из реестра. То есть вот данная информация регистрируется, принимаются заявления только с 9.00 до 11.00. Руководством регистрационной службы сейчас поднимается вопрос и продумывается система по регистрации электронной, по записи в электронном режиме через интернет, для того, чтобы людям было удобнее и не приходилось занимать какие-то очереди. Потому что очередей сейчас у нас никаких проблем с подачей заявлений на регистрацию права собственности нет. То есть мы пережили вот этот переходной период в январе месяце, когда нам пришлось пропустить через себя более 2000 заявлений по регистрации права собственности. Но сейчас небольшим, так сказать, нюансом, отрицательным, не побоюсь этого слова, является у нас именно отработка заявлений однодневных. И для того, чтобы обеспечить граждан удобством, продумывается график, продумывается процедура записи именно в электронной форме. Может быть, даже будет еще добавлено в телефонный, потому что мы понимаем, что не у всех слоев населения есть возможность доступа к интернету. Кому-то это очень удобно, а дедушка либо бабушка, им проще будет позвонить по телефону и записаться на определенное время для того, чтобы подать заявление. Ну да, это, кстати, очень правильно и грамотно, потому что служба новая, и, наверное, в процессе работы возникают вот те нюансы, которые были не учтены. Есть еще один звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Да, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Валентина, я пенсионер. Имею маленькую дачку летнего типа. Все дело в том, что у нас старый госакт. И в декабре месяце мы решили этот госакт сделать, ну, нормальным, новым. Все дело в том, что я называю, это не улучшение для нас, пенсионеров, а просто хождение по мукам. Я вам сейчас объясню немножечко. Только коротко, пожалуйста, у нас очень мало времени. Старые документы сделать, ксерокопии. Теперь на земельных ресурсах у меня есть и кадастровый, и земельные ресурсы, вот этот госакт на землю. Теперь, в общем, заплатив деньги в земельных ресурсах, взять пакет документов, за который я заплатила 1700, в натальницу заплатила, все хирокопии сделала, занесла 5 земельные ресурсы, они два месяца держали, обрабатывали, потом, как мы на 136, еще два месяца их держали. Ага, Валентина, послушайте, мы... Что это так, не действительно надо... Госакт. Просто мы сейчас уйдем в дебри юридические, то есть суть вопроса, я понимаю, в чем. Был старый госакт, люди хотели переоформить на госакт нового образца. Я так понимаю, да? В чем проблема, почему у Валентины возникла... Давайте я отвечу тоже на этот вопрос. Значит, какая ситуация? Начиная с января месяца 2013 года регистрационная служба выдает свидетельство о праве собственности. Данная процедура относится не только к объектам, расположенным на земельных участках, но и к самим земельным участкам. То есть закон о государственной регистрации вечных прав на недвижимое имущество перечисляет перечень возможных ситуаций в выдаче свидетельства. И одна из возможных ситуаций, которая связана конкретно с земельными участками, это отвод земельного участка. Исходя из телефонного звонка, достаточно сложно было понять проблему заявительницы, поэтому я предлагаю... Конкретно у меня прием проходит каждую пятницу с 10 часов утра до 13.00. Поэтому если не составит сложности подойти на личный прием с документами для того, чтобы можно было изучить суть проблемы и ситуацию, исходя из телефонного разговора, очень сумбурно была привезена ситуация. Сложно понять, и вы поймите нас, Валентина, что не сможем мы разрешить эту проблему в прямом эфире. Поэтому, конечно же, лучше обратиться непосредственно в службу, и там, я думаю, вам помогут. У нас еще есть звонок, да, если я не ошибаюсь? Алло? 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 Да, мы вас слушаем. Алло? Мы вас слушаем, добрый вечер. Ну, мы беседовали уже с вами. Я понял. Это вы первый задавали вопрос, да? Да, верно. Ага, я понял. Значит, вы уже получили ответ на свой вопрос. Хорошо, замечательно. Что я хотел еще узнать. По организации работы регистрационной службы понятно. Вот вопросы у телезрителей возникают конкретные, личные вопросы, и они очень конкретные. Наверняка есть общий перечень документов, который должен предоставляться для того, чтобы объект недвижимости был зарегистрирован и права собственности были установлены. Что это за документы? Поясните, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Замельного кодекса, Гражданского кодекса является Госакт на земельную делянку. И если оно восформовано на земельную делянку, то с 13-го года выдается свидетельство про право властности на земельную делянку, а также договор аренды на земельную делянку. Вот этот основной документ, который подается при реконструкции непосредственно объекта недвижимости. Также, согласно постановой 703 пункта 46-го, подается документ, в чем подтверждение присвоения объекта недвижимого имущества, адресы. Также, если говорить о реконструкции, то подаются документы, которые подтверждают право собственности на реконструированный объект недвижимое имущество. Конечно же, подается этот документ, который подтверждает ввод в эксплуатацию. Согласно действующему законодательству, если говорить о жилых домах, то это декларация про готовность объекта до эксплуатации. Также подается технический паспорт, который, согласно инструкции порядок проведения технической инвентаризации, изготавливается до проведения, до ввода в эксплуатацию. Вот это основной перечень документов, которые необходимы для регистрации права собственности на реконструированный объект недвижимого имущества. Особое внимание хотел именно подчеркнуть на документ, который подтверждает регистрацию права на замояльную делянку. Потому что в случае, если отсутствуют такие документы, то зарегистрировать право собственности на реконструированный объект дейора и де-факто невозможно. Если говорить о вопросах регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, которые были приобретены в результате заключения договоров инвестирования, то опять же, согласно постановлению 703 пункта 46-48 данного постановления, четко указаны документы следующие. Это договоры инвестирования. Если были дополнительные соглашения к этому договору, то предоставляются все дополнительные соглашения. Акт приема и передачи. Также предоставляется документ, который подтверждает ввод в эксплуатацию объекта недвижимого имущества непосредственно всего многоэтажного жилого дома. В данном случае это будет или сертификат ветповидностей, или же в зависимости от сложности объекта недвижимого имущества, также может быть декларация про готовность объекта до эксплуатации. Подается также технический паспорт, перечень инвесторов, подается также документы на земельной делянке, которые подтверждают право застройщика на забудову данной земельной делянки. Вот этот основной перечень документов, которые необходимо предоставить для проведения регистрации права на недвижимое имущество, которые были приобретены по договорам инвестирования. По договорам инвестирования это имеется в виду новострои, там взаимоотношения, люди, которые приобретают там квартиры, они считаются инвесторами, и у них получается договор инвестирования. Да, люди, физические и юридические лица могут приобрести на недвижимое имущество как по договору инвестирования, также по договору купли-продажи имущественных прав, также по договору по его участью в убедительстве, и путем приобретения целевых облигаций через фонды финансования будем на истов. Это именно перечень договоров, которые определяют и дают возможность человеку приобрести имущественные права и в дальнейшем зарегистрировать право на недвижимое имущество. Спасибо большое. Есть еще один звонок, давайте послушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, мы вас слушаем. Виктор Михайлович, у меня кооперативная квартира. В те времена давали этот ордер бумажечка, которая была топоводна 10 сутров в селении. Я сейчас сделал чехпаспорт и хочу приватизировать по новым законам. Какие мои действия? Спасибо, Виктор Михайлович. Кто из вас ответит? В данном случае могу сказать, что это не относится к компетенции регистрационной службы. Вам надо непосредственно обратиться агентство с питанием приватизации. Насколько я помню, оно находится на Богданах Мельницкого и относится оно к органам местного самоуправления. Вы предоставляете туда документы и в результате вы получаете свидетельство на право властности, которое выдается непосредственно агентством с планом приватизации. В дальнейшем вы обращаетесь в регистрационную службу для проведения регистрации прав на недвижимое имущество. Я думаю, более полный ответ добавить нечего. Ничего. Хорошо, скажите, пожалуйста, сформирован ли сейчас на настоящий момент государственный реестр вечных прав на недвижимое имущество? Да, Александр. И как он формируется, как он пополняется? Реестр сформирован, реестр работает. Мы работаем уже почти два месяца, вот сегодня два месяца, как мы работаем. Но говорить о том, что реестр полностью наполнен, мы не можем. Почему? Потому что закон о государственной регистрации вечных прав на недвижимое имущество предполагает наполнение данного реестра в заявительном характере. Существует реестр прав собственности, который работал и функционировал, он и сейчас функционирует, но функционирует в пассивном режиме, то есть информацию мы из него черпаем, но он никоим образом не наполняется. Реестр прав собственности, который подключен к реестру вечных прав на недвижимое имущество. И любой государственный регистратор имеет доступ к реестру прав собственности. По заявлению гражданина данная информация перетягивается в новый реестр и, соответственно, регистрируется право собственности в новом реестре. Поэтому реестр, опять-таки, хочется отметить, наполняется в заявительном характере. Хочется сориентировать граждан, не бежать с ломя головы перерегистрировать. То есть это не обязательно операция, да? То есть не обязательно это делать? Да, совершенно верно. Как сегодня я уже упоминала, процедура абсолютно необязательная. Если ваше право собственности зарегистрировано, оно признается законом, оно признается государством. И поэтому перерегистрировать его нужно будет только в случаях отчуждения объектов недвижимого имущества. А вот, кстати, перенесены ли в новую систему сведения о собственниках недвижимого имущества и так далее? Да, я поняла ваш вопрос. Как только что я отметила, существует реестр прав властности, который действовал до 2012 года. Переносить информацию нет необходимости, потому что реестр подключен старый. Давайте я буду говорить лучше простыми словами. Да, чтобы людям было понятнее. Старый реестр подключен к новому реестру. И вся информация, которая была внесена в старый реестр, она вся отображается по определенным поискам регистратора через определенную базу. Поэтому переносить нет необходимости. Да, перенос осуществляется просто в заявительном характере. Спасибо. Есть еще вопросы от телезрителя. Давайте послушаем. Добрый вечер, мы вас слушаем. Скажите, пожалуйста, куда мне обратиться? Я пенсионерка. В 1991 году мне выделили землю под постройку дома. И я до сих пор не могу никак, не могу приватизировать эту землю для того, чтобы законить и быть законной владельницей. Куда мне обращаться? Имеется в виду земельный участок вам выделили? Земельный участок, да, выделили. В черте города или... В кадастре я подобрал документы, и вот они мне уже 9-й год. И даже больше, чем 9 лет они все мне обещают. Вопрос понятен, да? Или требует каких-то дополнений? Что делать в этом случае? Я в данном случае хочу сказать, что этот вопрос не совсем к регистрационной службе. Хочу отметить, что с 1 января немножко изменена процедура оформления прав на новосформованную земельную делянку. В данном случае вам нужно обратиться непосредственно органы местного самоуправления, чтобы орган местного самоуправления дал вам разрешение на разработку проектной документации. В дальнейшем вы согласовываете ее согласно земельного кодекса Закона Украины про Державный земельный кадастр. Проводите все процедуры согласования. В дальнейшем вам будет обратиться непосредственно на земельное агентство, на космонавтов. В дальнейшем кадастровый регистратор проверяет проектную документацию, утверждает ее. И в последующем вам необходимо обратиться в органы местного самоуправления, которые своим решением утверждают проектную документацию и передают вам в собственность земельную делянку. При этом хочу отметить, что при обращении кадастрового регистратора, кадастровый регистратор при проверке непосредственно этой документации и проверке правильности оформления всей документации, он открывает по земельную книгу и регистрирует земельную делянку как объект. В дальнейшем, после того, как ваш объект будет зарегистрирован, после того, как у вас будет решение на руках Горсовета о выделении земельной делянки и передаче вам в собственность, вы обращаетесь непосредственно в регистрационную службу для дальнейшего оформления свидетельства про право властности на земельную делянку. При этом я хочу отметить, что законодатель с 1 января дал отличие двум понятиям регистрации земельной делянки как объекту, первый этап, и второй этап заключительный – это регистрация права собственности на земельную делянку. Спасибо. Есть еще звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, я представляю инвесторов Альянса, мы с вами встречались уже, это дом Сахарова 44. Значит, у меня два вопроса. Первый вопрос касается, вы говорили, что в перечне обязательных документов есть какой пункт, так, список инвесторов. На сегодняшний день мы не можем получить этот список инвесторов, потому что наш застройщик, в общем-то, находится на стадии, можно так сказать, банкротства, закрытия. И, опять-таки, они ссылаются на законозащитие информации, что они не могут предоставить инвестору список всех 320 инвесторов, которые проживают в этом доме. Это первый вопрос. Как это можно решить? И второй вопрос. У нас, заказчиком нашего строительства, является управление капитального строительства. Значит, они подвозили к вам документы, касаемые сдачи нашего дома в эксплуатацию, вот те документы, которые вы перечислили по земле, по госакту, и хотели как бы централизованно сдать эти документы в вашу службу. Но им сказали, что с этими документами должен приехать каждый инвестор 327 человек должны сделать копию из 20 листов. Эти листы должны быть пропечатаны печатью укса. Вы понимаете, что это, скажем так, нереально сделать, это какой-то непонятный такой мастеричный труд. Если вы перейдите на электронную форму работы, почему вам нужны эти бумаги именно в бумажном виде, скажем так, эти формы? Понятно, понятно, спасибо. Два вопроса, я думаю, понятен по списку инвесторов и по… Да, совершенно верно. Значит, что касается первого вопроса. Мы люди, так сказать, законные, да, мы государственные служащие, которые работаем исключительно по закону и по порядку. Порядок государственной регистрации вечных прав, пункт 46, предусматривает перечень документов, которые заявитель подает для проведения регистрации права собственности на объекты новопостроенные и реконструированные. Данным пунктом предусмотрен перечень документов, в который входит такой документ, как перечень инвесторов. И все мы понимаем, и в этой студии я свободно, спокойно заявлю, что ни один из регистраторов не нарушит пункт закона, пункт порядка, исходя из того, что каждый регистратор несет уголовную ответственность, вплоть до уголовной ответственности за незаконно принятые решения, за нарушения, которые он позволил себе допустить и так далее. Данный пункт есть, пока не будут внесены изменения в порядок. Данный перечень документов – это обязательный перечень документов. И перечень инвесторов – это обязательный перечень документов, который должен подаваться для регистрации объекта новообразованного, новопостроенного. Относительно того, что заявительница говорила о том, что информация конфиденциальная, защита прав и так далее, здесь я могу сказать, что из этой ситуации мы нашли выход. На сегодняшний день подают издержку из перечня инвесторов, конкретно на фамилию того человека, который подает к нам заявление. То есть вот таким вот образом мы выходим из ситуации, и это путь к решению. Что касается пакета документов Управления капитального строительства, закон, порядок предусматривает формирование отдельных регистрационных дел на каждый объект недвижимого имущества. И порядок предусматривает, что к заявлению подается определенный перечень документов. Соответственно, к каждому заявлению должен быть приложен определенный пакет документов, потому что дело формируется конкретно на какую-то квартиру, а не на дом в целом. Поэтому требуем от заявителей строго те документы, которые предусмотрены законным порядком. На сегодняшний день мы опять-таки обращались в Укрдершриестер за разъяснением относительно того, сможем ли мы брать от заявителей определенный стандартный пакет документов, то, о чем говорил Юрий, это договор, либо акт на право пользования, либо акт на право корыстывания, либо собственности на землю, либо договор аренды земельного участка, сертификаты распоряжения присвоения адреса, то есть тот пакет документов, который относится ко всему дому. Если мы такое добро получим, то, соответственно, мы сократим этот перечень документов. Но на сегодняшний день существует действующий порядок, который ни один из регистраторов не нарушит. Ну, и это естественно, да. То есть есть закон, уважаемые телезрители, в рамках которого действуют работники-регистраторы, работники этих служб, поэтому нарушить этот закон просто нет такой возможности. Есть еще один звонок, давайте послушаем. Добрый вечер. Добрый вечер, сказали, голосовать не будем, так как в 1984 году было принято решение, многие дома, квартиры на перечипе признаны аварийными, они отдельно примантированы. Суть вопроса, пожалуйста. Можно как-то при больших деньгах приватизировать. И почему-то никто этот вопрос от 1984 года не пересмотрел, и ничем нам помогут не могут. По какому адресу вы находитесь? Какой адрес у вас? Где вы находитесь? У меня богат, сейчас переминали, Атамана Головатого, 33, квартира 9А, наказанная Нина Никифоровна. Спасибо большое, просто я, чтобы сориентировать вопрос приватизации. Атамана Головатого, да, пожалуйста. Я, как и отвечал одному из телезрителей, вопрос по приватизации, это не совсем вопрос к регистрационной службе, поскольку регистрационная служба регистрирует права на недвижимое имущество. Прежде чем зарегистрировать эти права, вам необходимо провести процедуру приватизации объекта недвижимого имущества. Вам необходимо обратиться к агентству испытания приватизации. В последующем вам будет выдано свидетельство, и в дальнейшем вы, конечно же, обращаетесь в регистрационную службу для регистрации права на недвижимое имущество. А с чем связано? Вы не можете проконсультировать или хотя бы пояснить, почему, в чем сложность приватизации с 1988 года, если я не ошибаюсь, да? Давайте я, наверное, здесь, ну я не прокомментирую, а просто, так сказать, расставлю какие-то акценты. Дело в том, что как я, так и Юрий, мы работники регистрационной службы, и наши полномочия заканчиваются вот где-то в рамках вопросов по регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества. Юрий правильно отметил, орган приватизации находится на Богдана Хмельницкого, я думаю, что вот необходимо обратиться именно туда и попросить каких-то консультаций. Спасибо, то есть это вопрос немножко не к нашим гостям, поэтому вот надо сначала приватизировать квартиру, а затем заниматься получением прав на собственность. Еще вопрос от меня, необходимо ли проходить перерегистрацию прав, зарегистрированных до 1 января 2013 года, то есть те, которые были зарегистрированы ранее. Ваш вопрос поняла, и в принципе, когда дозванивался к нам один из телезрителей, детально я не остановилась, но немножко коснулась. Действительно, если право собственности возникло до 2013 года, и оно было зарегистрировано, то к нам не нужно приходить для того, чтобы обязательно провести перерегистрацию. Единственный повод может послужить к нам прийти, это личное желание гражданина. Знаете, бывают случаи, что приходят заявители и говорят, а я просто хочу, чтобы мое право было зарегистрировано в новом реестре, и у меня вот есть такое желание. Конечно, если такое желание есть, то милости просим, наши двери открыты с 9 и до 20.00, но опять-таки, если такое желание есть, если такого желания нет и не планируется отчуждать объект недвижимого имущества, отчуждать, я уже говорила, дарить, продавать и так далее, то не нужно спешить с перерегистрацией. Более того, всю перерегистрацию берет на себя нотариус уже с 2013 года. Гражданин обращается к нотариусу, нотариус делает перенос из старого реестра в новый реестр, нотариус же на месте удостоверяет договор, купли-продажи, либо дарения, либо иной договор и регистрирует право собственности опять-таки нотариус. То есть система упрощается. Кстати, что касается перерегистрации, платят ли граждане при перерегистрации? Закон о государственной регистрации вечных прав освобождает граждан за оплату госпошлины при перерегистрации. Платить ничего не надо. Какой срок предусмотрен для проведения государственной регистрации прав? Я знаю, там тоже есть определенные нюансы. Если мы говорим о регистрации права собственности, то этот срок составляет до 14 рабочих дней. Если мы говорим о регистрации отягощения, то есть ареста, я приводила уже примеры, то этот срок составляет 1 рабочий день. Если мы говорим о регистрации иншего речевого права, что это говоря русским языком, договора о аренде и так далее и тому подобное, и сюда же входит еще ипотека. Все кроме ипотеки до 14 рабочих дней. Ипотека опять-таки один рабочий день. Вот такие сроки у нас. Если можно, дополню, что заявитель оплачивает за на дня вытягу от госпошлины. Он освобождается, но при этом если у него есть желание получить вытяг, что естественно подтверждение, что новый реестр зарегистрированного права, он оплачивает за на дня вытягу. 120 гривен. 119 он не платит. Это вполне приемлемая сумма, это немного. Хотелось бы чуть-чуть подробнее остановиться. Мы, наверное, в процессе разговора и тоже касались этой темы, потому что очень конкретные вопросы, и когда вы отвечали, наверняка это звучало. Но хотелось бы обобщить в один вопрос. Какая сейчас процедура регистрации прав собственности? То есть что она собой представляет, что для этого надо? Давайте я остановлюсь на этом моменте. Процедура регистрации. Ну в первую очередь принцип единого окна. Если ранее, до 2013 года для того, чтобы оформить договор купли-продажи, нужно было обратиться в органы БТИ, получить вытяг о регистрации, после нужно было прийти к нотариусу, зарегистрировать договор продажи, купли-продажи, после нужно было вернуться в органы БТИ и зарегистрировать уже право. По данному договору, то на сегодняшний день гражданин собирает пакет документов. Юрий останавливался более детально на реконструкции и так далее. Я остановлюсь совсем поверхностно на основном пакете документов. Это заявление утвержденной формы. Данные заявления есть возможность бесплатно распечатать на нашем сайте. Сайт регистрационной службы Главного управления юстиции. Существует вкладочка «Державная регистрация рычевых прав на нарухомое майно», и любой гражданин имеет возможность получить оттуда информацию и по поводу образцов заявлений, и по поводу реквизитов оплаты, и по поводу перечня необходимых документов. К данному заявлению также подкалываются две квитанции в размере 119 гривен госпошлины и в размере 120 гривен за предоставление вытяга. Исключением составляют граждане, которые освобождены от оплаты госпошлины, например, инвалиды, ветераны и так далее. Тогда они прикладывают квитанцию 120 гривен и соответствующее удостоверение о том, что это льготная категория населения. Следующий документ – это, конечно, документ, подтверждающий личность гражданина, то есть паспорт и его идентификационный код, говоря русским языком. И основным документом в этом перечне будет документ, который подтверждает возникновение, переход или прекращение права собственности. Вот это самый такой базовый пакет документов, который подается в любом случае, и он не меняется. А дальше уже, как Юра отмечал, может быть и реконструкция, и новострой, и так далее. И тогда уже перечень документов расширяется в зависимости от определенной какой-то ситуации. После того, как гражданин собирает необходимый пакет документов, он приходит в регистрационную службу, сдает документы в окно приема документов, и в течение 14 рабочих дней регистратор принимает решение о регистрации, либо об отказе в регистрации. И более того, документы подаются в одном окне, получаются в другом. Опять-таки для того, чтобы было удобнее, и люди между собой не пересекались. Потому что подать документы необходимо каких-то 3-4 минуты, всё зависит от тех документов, которые прилагаются. А получить — это одна минута. Спасибо большое. Действительно, очень такой продуктивный диалог получился. Наверное, много было вопросов и дельных таких советов, полезных для телезрителей. Мне осталось подвести только итоги нашего интерактивного опроса. Хочу напомнить, что сегодня мы спрашивали у телезрителей, изменится ли к лучшему ситуация с оформлением недвижимости после смены регистратора. И наши телезрители ответили следующим образом. 16% всё-таки верят в то, что ситуация изменится к лучшему. 37% почему-то в это не верят. И вот 47%, почти половина, всё-таки у нас пессимисты люди. Они говорят, у нас все перемены к худшему. Ну вот так проголосовали наши телезрители. Таковы итоги нашего интерактивного опроса. Поэтому я предлагаю вам одно — работать. Работать качественно, эффективно, быстро. Для того, чтобы наши телезрители, да и вообще все одесситы, были уверены в том, что после смены регистратора ситуация изменится к лучшему. Спасибо большое за беседу. Спасибо, Александр. Всего вам доброго. Желаю вам успехов в работе. Спасибо. Что ж, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин